В Донецкой области из 70 загородных детских здравниц пока открыто только 11. Остальные примут детей с 15 по 20 июня. Однако летний отдых детей осложняется в связи с запретом на купание после выявления холеры в Мариуполе. Об этом в пресс-центре Комсомолки рассказала начальник управления по делам семьи и молодежи Лилия Золкина. Что такое оздоровление детей? Оздоровление детей это детские здравницы загородного типа, то что с 21 дня и выше, а отдыхом считается то, что идет до 21 дня. То есть пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, профильные, палаточные лагеря, это все будет считаться отдыхом. На сегодняшний день у нас в области открыто 848 именно учреждений отдыха. Это и пришкольные лагеря, и лагеря труда и отдыха. Поэтому летнее оздоровление проходит в том же русле, что и в прошлом году. И я думаю, что срыва до этого оздоровления не будет. Постановление главного санитарного врача о запрете купания детей было разослано во все детские оздоровительные учреждения. В настоящее время в Мариуполе продолжается работа по ликвидации очага холеры. Специалистами санстанции исследуется вода, исследуется рыба, которая водится в Кальмиусе и в море, исследуются сточные воды, чтобы выявить источник загрязнения. На данный момент локализация очага холеры, которая имеет место 29 числа мая этого года в Мариуполе продолжается. По состоянию у нас сегодня уже зарегистрировано 14 случаев заболевания и два носителя. Благодаря тем мерам, которые приняты со стороны санитарного службы, со стороны руководства города Мариуполя, со стороны штаба оперативного, который постоянно работает, воспространения инфекции, как вы сказали, на север, естественно, нет. Отвечая на вопросы, касающиеся стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря, Лилия Золкина заявила, что в этом году их подорожание не избежать. Вы знаете, продукты питания подорожали, коммунальные услуги. Поэтому приблизительно, мы называли в начале, где-то мая, что путевка будет стоить среднее 2,5 тысячи. Но сейчас, судя по тому, как начали детские здравницы работать, это будет где-то 2,5-2,8 тысячи стоимость путевки. По бесплатным путевкам у нас едут следующие категории детей. Это дети сирот и дети, находящиеся под опекой. Это дети с ограниченными физическими возможностями. Это дети из многодетных и малобеспеченных семей. Дети из семей погибших шахтеров и военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. И дети, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии. В детских лагерях Донецкой области планируется оздоровить детей, больных с сахарным диабетом. С сахарным диабетом очень сложно. Это очень сложно. И единственная наша область в Украине, которая уже много лет, я бы так скажу, лет десяток, если не больше, занимается оздоровлением этих детей. Мы организовали этот лагерь санатурного типа на базе Красной Гвоздики. Теперь это Перлина-Донеччина. Там мы берем от 70 до 100 детей, но не мы. Лагерь оздоравливает их, им дают бесплатные плетенки. В чем там сложность? Там особое питание, особый режим для этих детей. Вообще сахарный диабет является противопоказанием для направления ребенка в любое учреждение, в том числе в оздоровительное учреждение. Ну, когда много лет назад мы это взяли на вооружение и стали направлять, мы туда дополнительно направляем врачей, детских эндокринологов, медсестер, которые эндокринологического профиля, которые понимают эту работу. Лагерь закупает, соответственно, особый набор медикаментов. Конечно, все дети идут, у всех детей, все же дети обеспечены средствами самоконтроля и препаратами сахароснижающего характера. Поэтому, конечно, все они с этим. Но это все идет под контролем медицинских работников. Это самое опасное время для нас, когда эти дети оздоравливаются. Мы, конечно, все затоят дыхание, слушаем, помогаем, едем и так далее. Кроме того, в этом году в оздоровительном лагере отдохнут и дети-инвалиды из детских домов.